Как открыть денежные потоки в полнолуние? Друзья, мы вам предлагаем 10 ритуалов, которые вы можете проводить именно в полнолуние. Знайте, что полнолуние – это очень мощный с точки зрения энергетики период. В это время энергетические потоки усиливаются в несколько раз, а луна очень влияет на финансовый успех и благополучие. Ритуалы в полнолуние помогут вам открыть денежные потоки и, конечно же, стать богаче. Отметим, что ритуалы в полнолуние в разы значимее и правдивее, чем в остальные дни лунного цикла. И в этот период можно вполне предсказать по ним ваше финансовое будущее. Итак, друзья, денежные ритуалы в полнолуние. Чтобы привлечь финансовое благополучие, положите в кормян пятак на полную луну и пусть он там полежит какое-то время. Чтобы в доме всегда был достаток, жениться лучше в полнолуние. Поэтому, когда вы планируете выходить замуж или жениться, возьмите свой лунный календарь или возьмите в интернете. Сейчас очень много лунных календарей. Посмотрите, когда полнолуние, выберите дату, и мир вам до счастья. Чтобы улучшить свое благосостояние, в этот день зашейте все прохудившиеся карманы в одежде. Через них утекает денежная энергия. Поэтому, пожалуйста, сделайте это в обязательном порядке. А карманы с дырками у вас всегда найдутся. На полную луну нельзя стричь ногти. Удача от вас отвернется. Не начинайте новые дела и проекты в полнолуние. Они рискуют провалиться. Или быть не такими успешными, не такими благополучными, как вы изначально хотели. Поэтому не начинайте никогда новые дела. Ни в коем случае не одалживайте деньги в полнолуние. Это может привести к длительному безденежью. А отношения с тем, кому дадите в долг, к сожалению, могут испортиться. В полнолуние совершайте только глобальные покупки, заранее обдумав их целесообразность. А вот от мелких трат стоит воздержаться. Деньги утекут рекой, а ничего серьезного вы не приобретете. Нельзя на полную луну просить повышения в должности или зарплаты. Это сильно разозлит начальство и можете остаться без премии и, возможно, даже без работы. Хотя часто, кстати, такое бывает. Поэтому на полную луну не стоит просить деньги или повышения. Когда увидите на небе лунный диск, положите на подоконник открытый кошелек с деньгами. Таким образом, он зарядится энергией луны и деньги в нем будут водиться постоянно. Этот ритуал в обязательном порядке проводите каждый раз. Мы надеемся, друзья, вы теперь знаете, какие ритуалы нужно проводить, когда есть полная луна. Друзья, ну с вами был канал «Эзотерика для тебя». Если вам понравился наш канал, подписывайтесь на него, жмите на колокольчик. В таком случае вы будете постоянно получать уведомления о том, что на канале вышли новые видео. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Ну, а также пишите ваши вопросы и комментарии. И, возможно, у вас есть свои какие-то традиции, которые вы или ритуалы, которые вы используете в своей жизни в полнолунии. Обязательно поделитесь в комментариях под этим видео. А если вы еще не использовали никакие из них, то начните использовать, используя наши видео. Ну, с вами был канал «Эзотерика для тебя». Мы с вами прощаемся и уже услышимся в следующих эфирах. Пока-пока!